Я из Unity Ads, я уже два с небольших года работаю в Unity, базируюсь сейчас в Лондоне. И сегодня я буду вам рассказывать про монетизацию мобилок. На самом деле тема у меня очень благодарная, несмотря на то, что я сейчас в начале в самом добавлял какое-то количество интересных слайдов, которых я обычно не рассказываю на конфах. А благодарна почему? Кто из вас играет в мобильные игры, поднимите руку. Кто из вас никогда не поднимает руку, чтобы не спросили? Спросить людей про консольные, я, например, не играю в консольные игры, у меня нет консоли. Последняя была Denzelet, когда вы еще совсем маленькие были. Мобильные игры играют все, поэтому то, о чем я говорю, обычно людям очень близко, понятно и впитывается сразу. Давайте начнем. Начну с чего-то, что вам, скорее всего, довольно плохо видно. Свежая стата от Sensor Tower о том, как сейчас выглядит мобильный рынок, то есть что происходит с платными играми, что происходит с фри-то-плейными играми. Как видим, вот эта вот красная полосочка идет далеко вперед и вниз, и начавшись на 40% несколько лет назад, сейчас все это выруливает на 8% и уже упирается в 5% общего количества игр, которые в сторах реализуются как платные. То есть те, за которые нужно сразу заплатить и контент с удовольствием употреблять. Полосочка, которая ведет вверх, это у нас игры фри-то-плейные, то есть там, где мы качаем игру сразу бесплатно и потом там либо платим, либо не платим, как-то по-другому себя ведем. Кстати, если какие-то вопросы по ходу будут возникать, вы руку поднимайте, я с удовольствием на ней на все отвечу. Второй интересный график, просто чтобы понимать, что происходит с мобильным рынком сейчас, это опять же стата по тому, сколько денег принесли мобильные платформы в виде внутриигровых покупок за три дня, с 24 по 26 декабря в прошлом году и в этом году. То есть в этом году разработчики за три дня через инапы получили 450 миллионов долларов только за три дня. и это, я считаю, довольно много, этот рынок растет, в отличие от многих других. Рынок растет, несмотря на то, что он, конечно, жутко конкурентный и в то же самое время сейчас количество, да. А вы смотрите, этот рост произошел с учетом количества игроков, с учетом модели монетизации? Смотрите, почему 24 и 26? Это Крисмас, традиционное время, когда все христианское население жарит индейку и играет в игры в основном, и люди очень такие щедрые. Поэтому этот рост происходит и за счет того, что количество игр, например, в том году в день во все стороны добавлялось в среднем 350 мобильных игр в день, сейчас 700 в день. Это просто, чтобы вам понимать масштаб конкуренции, который есть на этом рынке. То есть начинать делать инди-игру, какая бы классная идея у вас не была, как бы вы не мечтали, что завтра станете суперселлом, нужно отдавать себя в том, что игра должна быть реально огненная, и в ней нужно действительно много всего учесть, чтобы среди вот этого обилия новых игр, которые выходят, действительно прорваться и заработать свой, не знаю, золотой доллар. В целом, да, рост статистики происходит как за счет увеличения трат в больших играх, так и за счет того, что люди просто начинают, у них больше времени, у них выходные, они всячески развлекаются, детям дарят подарки, всякие подарочные карты, там, не знаю, iTunes и так далее, и растут расходы. Просто статистика показательная, статистика по году намного менее показательная. Сегодня будем говорить про то, как делать деньги на мобайле. Я пока сидел, допиливал презентацию, в коридоре было много-много вопросов, сегодня кое-что расскажу, кое-что не успею. Смотрите, 93% игр монетизируется сейчас через разного рода рекламу. И, в первую очередь, о ней мы сегодня будем говорить, потому что Unity Edge это подразделение, Unity это большая рекламная сеть, которая занимается тем, что мы монетизируем игры, с одной стороны, монетизируем игры разработчиков через игровую видеорекламу, с другой стороны, мы помогаем рекламодателям привлекать игроков в их игры. Я дальше покажу, как это работает. Так вот, 93% игр монетизируется, в первую очередь, через разного рода рекламу. И тут я сразу упомяну 7%, которых здесь нету. Туда входит примерно треть, где-то 2% игр, это те игры, которые не монетизируются никак. То есть просто разработчик сделал классную игру, выложил в стор и счастлив просто от того, что его игра была увидена его бабушкой и его собакой. И еще несколько процентов игр, они монетизируются только за счет внутриигровых покупок. И это в первую очередь касается либо маленького количества таких совсем консервативных разработчиков, как правило, пришедших на мобайл с социалок, как правило, пришедших на мобайл с консолей, то есть пришедших из премиумного сегмента или из сегмента, где разного рода рекламные схемы не дают нормального количества денег. И там, где можно из аудитории выжить действительно нормальное количество денег путем внутриигровых покупок и количества платящих больше. И, соответственно, да. В том числе реклама. То есть в том числе с использованием рекламы. То есть там от самых консервативных способов до самых прогрессивных, когда там прям смотри, играй. Об этом потом скажу. 2% игр – это игры уровня, большие игры. Игры уровня, там, не знаю, Глюмобайл, игры Близзарда, игры, не знаю, там того же Pixonic, роботы. Большие игры, в которых много аудитории, в которые, как правило, средний чек платящих действительно довольно большой. Поэтому внедрение видеорекламы как способ монетизации, ну, вызывает сомнения. Как правило, на самом деле, в эти 2% количественно входят те разработчики, которые достаточно богатые и получают достаточное количество денег, чтобы не думать о лишних, там, не знаю, 100-200 тысяч долларов в месяц. И просто с ними трудно вести этот диалог про внедрение разного рода рекламы. Давайте разберемся чуть глубже. Да, я сегодня не буду говорить про то, как монетизировать игры с помощью внутригровых покупок. То есть об этом сегодня будут говорить ребята из манжет геймдизайнера, про балансировку, про все остальное. Это просто действительно тема явно не часового доклада. И там, ну, люди этому годами, я думаю, вы сами этому годами учитесь, да. Смотрите, почему люди пользуются рекламой как способом монетизации игры. Дело в том, что какая бы ни была крутая игра, в среднем вы, делая игру, каждый из вас делает свою инди-игру, свою выпускную игру или потом, работая в студии, люди должны понимать, что в вашей игре будет платить от 2 до 5 процентов игроков. Все остальные – это либо те, кто не платит вообще никогда ни за что, это люди, которые качают пиратский софт, это люди, которые не платят за игры и потом в чате как друг друга чмырят за то, что кто-то заплатил, и это те люди, которые не заплатят в вашей игре. И дальше я покажу там чуть более подробную статистику. Таким образом, понимая, что девяносто восемь, может быть девяносто пять процентов людей не заплатят, очевидно, нужно подумать и о них, то есть отбрасывать их просто как вот ненужную массу, то есть понимая, что вашу игру будет играть, не знаю, в день, пусть даже сто тысяч человек, отбрасывать из них девяносто восемь тысяч просто как вот ненужный балласт и не рассчитывая на то, что вы на них заработаете – это хорошая стратегия, но она больше про искусство и сильно меньше про деньги. Что же делать со всеми девяносто восьми процентами остальных? Есть несколько рекламных способов, которые доступны на наших экранах. Первые всем понятные, вам, наверное, не очень видно, а может быть очень. Первые – это баннеры. Вот эти вот полоски, они бывают справа, слева, сверху, снизу, они, как правило, очень сильно мешаются, и давайте каждый из них разберем. Первые баннеры, да. У баннеров есть свои плюсы, свои минусы. Первое, ну, большой плюс в том, что их много, то есть вы можете генерировать очень много показов, они фактически всегда на экране, то есть во время даже игровой сессии баннер всегда на экране. С показа баннера очень-очень-очень-очень маленький доход. То есть с тысячи показов баннеров можно заработать, не знаю, несколько центов. То есть действительно должна быть большая аудитория в игре, и нужно показать много баннеров, чтобы заработать какие-то там, не знаю, 3 доллара. Второй большой, самый большой недостаток баннеров, это в том, что баннер мешает интерфейсу. То есть игрок, который в любого рода игру играет, вертикальную, горизонтальную, быструю, медленную, логическую, наверняка 100% игроков в один момент случайно кликнут по баннеру, он их куда-то переведет. У игрока в лучшем случае в какой-то медленной логической игре, там некритично, в худшем случае в какой-нибудь быстрой аркаде, в которой он уже неделю там пытается пройти уровень, слетит весь прогресс, и он, скорее всего, перестанет выиграть вашу игру и будет очень жутко недоволен. То есть баннеры, на самом деле, как способ монетизации игры, на самом деле быстро умирает. Второе – это interstitials или так называемые полноэкранные баннеры. То есть это вот когда вы, не знаю, прошли уровень, и у вас во весь экран предложение, красивая картинка, кнопка download. Есть свои плюсы – там высшая доходность, там полный экран, можно достаточно часто его показывать, и тем не менее в каких-то динамичных быстрых играх, если показывать достаточно часто, это начинает очень сильно… Ну, в любом случае, это та реклама, которая, вот знаете, вы смотрите… мало, наверное, кто из вас смотрит телевизор, я тоже нет. Смотрите, не знаю, ролики на YouTube, и тут раз посреди ролика вам реклама какая-то начинается, которую вы не просили. Это всегда так или иначе очень утомляет пользователя, и он начинает писать вам плохие ревью. Он начинает ставить вам тройки в сторе, понижается ваш рейтинг, соответственно, понижается качество выдачи и так далее. И третий – это видеореклама, это сейчас самый пока современный популярный формат, при том видеореклама вознаграждаемая. То есть когда вы в игре, игроку говорите, хочешь, не знаю, монетку, кристаллик, что-то еще, попробовать новое оружие, наркотики. Вот, пожалуйста, посмотри ролик. Плюс какой? Плюс в том, что за показы, по сравнению с другими форматами, как минимум довольно хороший интересный доход. То есть за тысячу показов в Штатах вы можете получать, не знаю, 25-30 долларов. Просто за тысячу показов. И потом мы дойдем до математики, как посчитать ваш ежедневный доход, как к нему, не знаю, как его спрогнозировать и каким образом его оптимизировать. Видеореклама, так как это вознаграждаемый сценарий, опять же рассмотрим, каким образом встроить видеорекламу таким образом, чтобы ваша игра стала от этого даже капельку лучше. То есть каким образом добраться до каких-то метрик, как обучить игрока, использовать какие-то фишечки, бустеры, какой-то еще функционал, какие-то фичи вашей игры с помощью видеорекламы. Есть, соответственно, небольшой недостаток в том, что ее, конечно, по сравнению с баннерами такое количество не покажешь. То есть можно каждому игроку в день показать 3, 5, 6 роликов, если он сильно много играет в вашу игру. Скорее всего, это будет 2-3 ролика в день. И покажу, соответственно, видео о том, как разные успешные разработчики, каких цифр добиваются и за счет чего. Обещанный график по поводу того, как люди вообще, в принципе, платят. 11% всей аудитории – это люди, которые, в принципе, готовы делать внутриигровые покупки. Проще говоря, это люди, у которых привязана карточка. Эта карточка не мертвая. И, в принципе, если совсем его вовлечет в игру, то он может потратить доллар потенциально. Их всего 11% среди всех игроков, среди двухмиллиардного населения, у которого есть смартфоны. 18% открыты для премиумных игр, премиумного контента. Большая часть этих 18% – это люди, которые готовы покупать платные апы, платные приложения, платные подписки к фитнес-приложениям и так далее. Как мы уже говорили на первом слайде, количество людей, которые покупают платные игры, оно неуклонно снижается, хотя и там тоже определенный рынок есть. И все остальные 71% – это люди, это был наш опрос, Юнитет сделал большой опрос на несколько тысяч человек. Это люди, которые понимают, что они платят за игру путем, то есть они платят разработчику путем того, что смотрят рекламу. То есть на самом деле опрос в целом показывает, что игроки-то они в курсе, то есть они понимают, почему им показывают рекламу. Для них это привычная механика. Им с детства показывали рекламу по телевизору, на баннерах, на растяжках над дорогой и вот везде, везде, везде. И, соответственно, еще там с точки зрения фидбэка, 80% игроков, они как бы с удовольствием смотрят вознаграждаемую видеорекламу в играх, потому что они понимают, что, как правило, она там встроена не для того, чтобы сильно попортить настроение, нервы и мозг, а встроена для того, чтобы играть было как-то поинтереснее и в то же время монетизировать. Давайте я пропущу этот слайд, на нем вообще ничего не видно вам будет. Как работает? Откуда берутся деньги? Почему видеосети, в частности Uniteads, платят разработчикам за показ рекламы? Смотрите, вот слева направо есть рекламодатель, есть какая-то большая компания или компания, которая просто привлекла большие инвестиции, выпустила большой тайтл. Допустим, не знаю, Plarium, Pixonic, Glu Mobile, Electronic Arts. Любая большая компания, которая выпустила большой тайтл, собирается его оперировать в течение долгого времени, ей нужны юзеры. Как я уже говорил, в день выходит какой-то ахулярт новых игр, и просто привлечь внимание каким-то органическим способом уже невозможно. Люди потребляют бешеное количество контента. За юзера надо платить. То есть нужно делать разного рода рекламу в ленте Facebook, там, не знаю, ВКонтакта, в зависимости от того, какие регионы и географии интересны разработчику. И, соответственно, этот рекламодатель приходит в рекламную сеть. Абсолютно такая же схема работает для любой рекламы, там, на телеке или в интернете. То есть рекламодатель приходит в рекламное агентство. В рекламное агентство у него есть экраны. То есть те самые девелоперы, которые внедрили SDK или просто включили видеорекламу в своей игре, и своим игрокам позволяют смотреть видеорекламу. То есть для нас вы, девелоперы, это люди, которые внедряют SDK и показывают видеорекламу. Каждый конкретный игрок вашей игры – это наш экран, наш щит вдоль дороги, на котором реклама крутится. И к нам приходят рекламодатели. Таким образом, вот этот замкнутый цикл движения денег, так сказать, круговорот денег в природе, он работает достаточно хорошо. Он, с одной стороны, позволяет крупным игрокам привлекать игроков в свои игры, несмотря на то, что слово «игр» я только что употребил буквально четыре раза подряд. А вам помогает, на самом деле, без сильных заморочек монетизировать свои игры. Потому что, и этого, кажется, я на отдельном слайде не коснусь, почему еще важно вам, как минимум на начальных этапах до того, как вы пойдете работать в большую студию или сделаете ее сами, рассматривать видеорекламу как способ монетизации своей игры. Потому что, если вы спросите, не знаю, ребят из Playrix или ребят из Pixonic, или кто там еще в коридоре у нас есть из больших, каким образом они вырулили на то, что у них много игроков платят много денег, это долгий, мучительный путь, на котором там есть, не знаю, пару лет софт-лончей, еще пару лет до этого разработки, команда аналитиков, маркетологов и так далее. Когда вы делаете свою первую игру, десятую игру, игру малой команды, и запускаете ее, там, не знаю, вам ограничены по сроку, вам нужно ее запустить, действительно рассчитывать, что вот без софт-лонча вот метрики как-то сработают, случится магия и прилетит волшебник в вот этом голубом вертолете, не прилетит. То есть вот нет. Поэтому отбрасывать это дело не стоит, и об этом нужно внимательно подумать, сразу держать это в голове, потому что, а, 95% не заплатят, б, вырулить на оперирование большого проекта, в котором будет много платящих, действительно многолетняя работа, и это там, не знаю, не десятый, не двадцатый проект для многих из вас. Вообще для всех невозможно с первого раза сделать супер прибыльный проект. С точки зрения, как работает вознаграждаемое видео, как и с внутриигровыми покупками, очень важно игроку подать просмотр видео таким образом, чтобы он понимал, что для него это большой плюс, чтобы он не чувствовал себя изнасилованным, проще говоря. То есть когда вы запихиваете в игрока рекламу, типа давай смотри, смотри больше, мне деньги нужны, мне тут вот там кота покормить нечем, это очень плохо. Когда игрок сам выбирает посмотреть видеорекламу, видеоролик, потратить 15-30 секунд своего времени, это на самом деле довольно много, учитывая, что в жизни много всего интересного у многих из нас. Ему нужно дать за это нормальную плюшку. В то же самое время нельзя дать ему в своей игре все, просто за один ролик, так сказать, отдаться просто ни за что. Поэтому тут нужно соблюдать определенный баланс. И тут мы выруливаем еще на одну очень интересную тему, которая касается того, что при проектировании игр и при внедрении видеорекламы многие разработчики все до чего доходит, что я сейчас вот скажу, получи там, не знаю, 200 монеток, посмотрев ролик. Или сделай внутриигровую покупку за доллар и получи там 500 монеток. И, как правило, это не очень хорошо работает на начальных этапах по двум простым причинам. Игроки в вашей игре не хотят внутриигровую валюту. Ну вот это, поверьте мне, никто из нас не хочет денег. В смысле, вот, ну, никому из нас не нужны деньги. Ну, то есть, вот, никто из нас еще не стал счастлив от того, что вот прям денег вот как вот эта тумбочка. Вот прикольно, когда вот есть, не знаю, там машина, которая хочется, или жизнь, которая хочется, или там, не знаю, путешествие, которое нравится. Это да, и это все происходит за деньги, но деньги сами по себе игроков, внутриигровая валюта сама по себе игроков не возбуждает, не заставляет их играть в вашу игру дольше и дольше и дольше и дольше. То есть вот от того, что у него там в левом верхнем углу экрана будет там 15 нулей после запятой, вряд ли он будет ждать 16-го, реально. Второй момент, когда игрок начинает играть в вашу игру, очень важно понимать, что с самого начала он играл уже в сто пятьсот игр, и поиграет, кстати, после этого еще в сто пятьсот. Он реально не знает, сколько стоит ваша валюта. То есть когда вы предлагаете что-то купить или что-то получить за просмотр видео, ну, что такое, ну, сто монеток, это сколько? То есть, ну, для меня, например, понятно, сколько такое тысячи евро, например. Я понимаю, что вот это вот в моей жизни вот такие-то плюсы дает. Что такое 200 монеток в игре про бегущего человечка? Пес его знает. Поэтому тут важно отталкиваться от того, что игрок приходит в вашу игру для того, чтобы получить на самом деле прогресс. То есть как только игрок в вашей игре понимает, что никакого развития геймплея, никакого развития механик, никакого развития его как игрока, никакого прогресса не происходит, он уйдет. Ему сразу станет скучно. Почему не выстрелить из игр, в которых очень однообразные механики? Они становятся сложнее, может быть, немножко. Потому что игрок, не знаю, на третий, на пятый, на седьмой раз уйдет. Ему станет скучно. Он найдет игру, в которой будет интересно развиваться. Именно прогресс является ключевым драйвером монетизации. И это касается, кстати, не только видеорекламы, но, в принципе, всех, в том числе внутриигровых покупок. Прогресс в игре – это основная причина, по которой игрок, возможно, нажмет кнопку «Купить» и потратит доллар. Или сто, или тысячу. И тут мы доходим, на самом деле, до того, как можно мерить… Вот до того вопроса, который девушка задавала. Как мерить… А, или… Нет, вот вы задавали, да. Как по поводу… Что касается… Какую часть дохода от видеорекламы, и как можно это померить и так далее. Сейчас я покажу много уже совершенно скучных, скажем так, аббревиатур и каких-то еще слов. И немножко про них расскажу. Самую малость. Мы сегодня не будем ходить очень далеко в эту сторону, потому что это такая уже маркетинговая история. На это нужно потратить достаточное количество времени. Для кого-то, может быть, это будет уже знакомым. Тем, кому совсем нет. И часа не хватит мне, чтобы это все за раз запихнуть. Что такое ECPM? Это Average Cost Per Million. Это средний доход за 1000 показов. Вот там на слайде, где у нас был рекламодатель, потом Unity Ads и потом разработчик, я забыл рассказать про то, что сейчас вся модель построена на том, что рекламодателям нужны установки. Никто не платит просто за просмотр. То есть рекламодателю интересно, чтобы игрок посмотрел рекламу, нажал кнопку скачать и пришел в его игру. А дальше он уже, на самом деле, другие департаменты отвечают за то, что игрок пришел второй раз в игру, остался в игре, заплатил в игре и так далее. Так вот, есть метрик, которая называется ECPM. Она пришла к нам еще со времен баннеров и вообще еще со времен веба. И она про 1000 просмотров. Дело в том, что за ней, на самом деле, скрывается много деталей. Первое, ECPM зависит от географии. Очевидно, игроки в каких-то более богатых странах, которые готовы платить много в игре, они интересны большему количеству рекламодателей, поэтому они дороже. Вторая метрика, от чего зависит ECPM, это конверсия. То есть, если видео хорошее, игра самая хорошая, она привлекательна игрокам, они будут чаще нажимать на кнопку скачать и, соответственно, за каждое скачивание разработчик будет получать больше денег. Это вот ECPM. На самом деле, вы как разработчики, каждый из вас как разработчик, никаким образом на ECPM по большому счету повлиять не может. Кроме того, чтобы таргетировать игру свою и надеяться на то, что зафичерят ее в США, а не где-нибудь в Бангладеш. Потому что это все, на что вы можете более-менее как-то влиять. Ядревенью. Это доход от видеорекламы. На самом деле, мерить все только доходом довольно странно, потому что доход складывается сразу из многих вещей. Это что-то на что-то умноженное, к чему-то прибавленное и так далее. То есть за адревенью есть целая формула. И мерить просто конечными результатами это не продуктивно, а самое главное непрогнозируемо. арбдау – это средний доход на ежедневно приходящего игрока. То есть это average revenue per daily active user. Daily active user – это, как вы наверняка знаете, это важная, интересная, хорошая метрика для любой мобильной игры. Может быть, для любой, в принципе, такой онлайн в том числе игры, но для мобильной игры это прям самые-самые-самые ключевые показатели. И последнее – это количество показов видео. Вот это уже более близкий показатель того, как можно посчитать свой доход, как можно его предположить. И вот сейчас туда мы и дойдем. Мотивированные установки Eplom запрещены уже полтора года как. То есть эта игра будет сразу забанена. И по модели мотивированных установок работали так называемые офферволы. Когда открываешь оффервол, тебе говорят – установи, дойди до пятого уровня, получи там пятьсот кристалликов. И любые мотивированные установки Eplom забанены полтора года уже. Гуглом, мягко скажем, не приветствуются. То есть, наверное, напрямую за эту игру на входе на стадии ревью не забанят. Но игра, скорее всего, в какой-то момент попадет в оффроот лист и так далее. То есть, нет, так это не будет работать. Это технический обман. Как вы можете влиять на количество просмотров? Во-первых, в зависимости от того, какая у вас будет интеграция видео, разное количество игроков ее посмотрит. То есть, если вы запрячете кнопку посмотреть видео куда-то там вот в меню, там, не знаю, в store, в настройки, куда-то еще, наверняка никто не доберется, и ваша цифра будет, я не знаю, там 15-30%. Особенно это касается тех, кто ограничивается внедрением кнопки посмотреть видео только в store. То есть, вы должны понимать, что, как я говорил, 10% только, в принципе, рассматривают возможность заплатить в игре. А значит, 90% они в store особо и не ходят. То есть, не знаю, есть люди, которые ходят на шоппинг, есть, которые ходят на зыринг. Я, например, вот если мне ничего в магазине не надо, я туда не хожу и не смотрю, сколько там что стоит и какие там есть функции. Поэтому для того, чтобы улучшить метрику, которая характеризует, какая часть ваших игроков ежедневно смотрит хотя бы один ролик, вам нужно сделать предложение о просмотре и о покупке, кстати, тоже, вполне себе понятным, очевидным, открытым, и вот, чтобы вот люди понимали, чего от него хотеть. И тогда вот таким образом можно действительно манипулировать тем, что доходы можно в разы увеличивать, не взаимодействуя с какими-то техническими метриками, фичерингами и всем остальным. Второе – это сколько роликов в день смотрит каждый человек. Как правило, если интеграция предложения о просмотре видео, оно всего одно в игре, то человек вряд ли кликнет на него больше, чем несколько раз, исключая истории, когда игра совсем простая, когда все, что вы от него хотите, чтобы он продолжал играть, я-то нажимал одну и ту же кнопку. Посмотри видео, продолжай, посмотри видео, продолжай. Если есть какая-то внутриигровая валюта, если есть какие-то бустеры, фичи, какие-то штуки, там, не знаю, оружие, прокачка, скины, whatever, что есть в вашей игре, там нужно делать разные точки интеграции, чтобы у человека возникала, как минимум, скажем так, иллюзия выбора, за что ему заплатить своим временем, своими 15-30 секундами. И вот мы наконец зашли до видеороликов. Сейчас, надеюсь, все проснутся немножко. Одна из моих любимых игр – это Hill Climb Racer от Flare Games. Там несколько прикольных интеграций. Сами видосы я вырезал, естественно. Первая интеграция связана с сундуками. То есть посмотри видео, открой сундук быстрее, получи за это какую-то внутриигровую валюту и прокачку. Вторая интеграция, она работает только на самых ранних стадиях. Первые 3-5, наверное, заходов в игру. То есть на уровне аналитики, на уровне воронок настроено, что игрок, который возвращается первые несколько раз, у него появляется возможность посмотреть видео и получить бесплатно вот эти детали, элементы прокачки. И вот я там посмотрел несколько роликов, и тут вот сразу стартанул и всех феерично обыграл. Так вот, вот эта вот фича с деталями, с тем, чтобы посмотри ролик, получи бесплатную деталь, она работает буквально первые 5 или 6 сессий игровых, что позволяет, я потом дальше покажу подходящую картинку, постепенно приучать игрока к тому, что можно зайти в игру, посмотреть ролик, сыграть там пару сессий, дойти, так сказать, до момента, когда ты снова не на первом месте, уйти через пару часов, вернуться в игру. А это по большому счету то, что и нужно разработчику, чтобы игрок не просто один раз зашел, поиграл два часа и свалил навсегда. Нужно в том числе, то есть игрок на берегу понимает, что, девелопер на берегу понимает, что игрок не будет играть сразу там 100-500 часов, сразу два дня непрерывно с красными глазами. И он понимает, что игровая сессия, не знаю, 10-15 минут максимум, хорошо. Поэтому важно работать в том числе над ретеншеном, то есть над возвратом игроков обратно в игру. И такого рода механика она приучает, она приучает к тому, чтобы игроки возвращались и возвращались, и возвращались, и возвращались, и возвращались, и возвращались. И видео здесь в том числе инструмент, так сказать, раннего сбора денег с игрока до того, как он поймет, что прикольная игра, может быть доллар заплатить или там какой-то джип купить, или там просто внести какие-то монетки купить. И вот у них интересные цифры. 39% игроков смотрит хотя бы один ролик в день. Среднее количество видео примерно 3 видео в день на игрока. И возвращаясь к вашему вопросу, сколько денег они зарабатывают с видеорекламы, эти ребята зарабатывают 40%. И у нас с ними есть кейс-стадия, в котором они говорят, что видеореклама для них это способ. То есть как только они… У них был Hill Climb Bracing 1 в Flare Games. И в первой части они очень долго боролись с этим ретеншеном с 7-го дня, 35-го дня, 135-го дня. Во втором они учли многие ошибки, и за счет этого им удалось быстрее и лучше анбордить игроков. Еще один сценарий, при котором хорошо внедрять – это давать что-то попробовать. Даже если у вас очень простая игра, там, не знаю, какая-то таполка, и у вас какой-то там примитивный персонаж, давать попробовать скины за просмотр видео, или давать попробовать какое-то новое оружие, если игра более продвинутая, там, шутер, бегалка. И это интересная штука, потому что игрок, которому дали на один раунд попробовать что-то действительно мощное, скорее всего подумает, ага, а вот теперь вот, когда у меня этого мощного нету, и я теперь все, я больше не котируюсь, он, скорее всего, вернется в игру, и вот на пятый, на шестой раз он, возможно, что-то и купит. Это вот, знаете, как котенка вот к колотку приучает, то есть его постепенно подталкиваете, подталкиваете игрока к тому, чтобы он взял и денежку все-таки там пару долларов занес. И вот хороший пример имплементации – это карточная игра «Баттлер», в которой ребята внедрили попробовать прокаченных персонажей на один раунд за просмотр видео. И они говорят, что по сравнению с тем, как они сначала запустились без этого сценария, а потом мы им посоветовали и они поменяли, у них очень хорошие метрики конвертации платящих. То есть они два с половиной превратили в четыре, а это на самом деле большая разница. То есть многие студии за семь сотых бьются месяцами, выпиливая баланс, но и про это вам ребята расскажут после обеда из манжетов. У меня немного времени осталось. Еще что хорошо работает – это невалютные интеграции. То есть, как я уже говорил, игроки не любят и не понимают, зачем им тратить время за какую-то непонятную валюту, которая им не нужна. Невалютная интеграция – это вот когда, например, вертолетик, он там летает, всех убивает, разные миссии выполняет. Есть такие лендинг зоны, зоны приземления, где можно перезарядиться, пополнить здоровье либо сделать сохранение. И, как видите, вот этот экран прекрасен всем, как пример. С одной стороны, на этом промежуточном экране сразу предложены внутриигровые покупки. В простом, понятном, очевидном виде. И игрок, получается, имеет предложение что-то купить в игре, не просто когда он там начинает или заканчивает, или заходит в store, а в том числе в промежуточные точки, когда он вовлечен игру. Он прям очень в игре, он хочет победить, он еще не дошел до конца. И вот в этих точках ему предлагают либо посмотреть ролик и пополнить запасы, или сделать точку сохранения, либо тут же ему предлагают все купить. И это отличный пример, на самом деле, я его очень люблю. Ребята делают из Венгрии маленькой студии 8 человек. На прошлом фичеринге полтора месяца назад они за неделю заработали 160 тысяч долларов только на видеорекламе. Игра называется Dust Off. Ну это вот продолжение. И в конце у них есть интеграция довольно стандартная, она есть во многих играх. Вот здесь вот посмотрите видео, удвойте reward, что тоже продвигает игрока к цели. Он прокачивает свой вертолет, покупает новые пушки. То есть видео здесь использовано таким образом, и баланс вокруг видео построен таким образом, чтобы игрок постоянно прогрессировал. Потому что если вы его заставляете играть 35 раз одну сессию, чтобы он перешел на следующий уровень, он в какой-то момент, ну, будет много игроков, которые психанут и уйдут. Потому что в прошлых играх их заставляли не 35 раз играть, а 25 раз играть. Или он знает, что вот там вот было видео, и меня нормально анбордели, и он уйдет, найдет игру, в которой он победит. Людям важно побеждать каждую минуту, даже в играх. Еще один прикольный пример – это PewDiePie. Кто играл в PewDiePie? Три человека, класс, я с вами. Четыре человека. Прикольная игра про тиберсимулятора. Там много очень забавных интеграций, и все они основаны не на валюте. То есть нет такого, что «получи доллар за просмотр видео». Все они основаны там «получи доставку того, что ты заказал в два раза быстрее, если посмотри видео». Или там вот «открой новый квест за просмотр видео». И вокруг этого, кстати, еще прикольный всякий разный мессенджинг, я сейчас там дальше покажу. Например, «посмотри видео, накорми собаку пердячей едой, чтобы она побыстрее принесла там доставку». То есть вот вокруг этого можно еще сделать нормальный фан, и сделать это частью геймплея, и сделать это частью вируса, который потом как скриншот разойдется по разным соцсетям среди ранних адоптеров и привлечет новых игроков в игру. Да, смотрите, это прикольная штука. Есть, например, пример студии Nexters, у которых есть игра Throne Rush. И они одними из первых сделали… У них вот есть база, на которой строится здание. И в какой-то момент время строительства зданий по мере, так сказать, продвижения по игре, оно становится очень длинным. И у них проявляется такой треугольничек, типа посмотреть видео. И за просмотр видео строительство ускоряется на 30 минут, на 15. А? А это уже сами балансируете. В смысле, там нет универсальной рекомендации. Если вы понимаете, что в процентах это окей для вас с точки зрения вот этого баланса математики, окей. Если вы понимаете, что вы можете просто таким образом запихнуть больше видео, это тоже вариант. Это уже нужно смотреть на игру и на то, какие у вас там кулдаун периоды. А я тут даже… окей. Все равно нужно заканчивать. В конце дня, возвращаясь, давайте все-таки покажу эту статистику. Вот они, четыре интеграции от PewDiePie. И у чувака 50% ревеню от инапы, 50% ревеню от видео. Уже два с половиной месяца уровень D-Elective Users держится на 700 тысячах. Ну там с вплесками там за миллион. То есть чуваки хорошо зарабатывают денег, в том числе на видеорекламе. В том числе за счет того, что есть игроки, которые покупают внутриигровую валюту, чтобы быстро прокачиваться, и они же все равно смотрят видео, чтобы то, что они покупают внутриигровую валюту, доставлялось, например, быстрее. Или просто потому, что прикольно посмотрел видео, скачал новую игру. Подводя черту под моим докладом. Понятное дело, что я рассказал вам самую малую толику того, что можно рассказывать об этом. Баланс между видео и внутриигровой валютой существует. То есть можно сделать и в инди-игре, и в очень большой игре, и в суперхите такую интеграцию, которая будет работать только на улучшение метрик. То есть вот, когда вы ставите все какие-то метрики, можно придумать, каким образом интегрировать видеорекламу так, чтобы эта метрика увеличилась хотя бы на полупроцента, на 10%. И если нет опыта, то можно пойти к партнерам, можно пойти к старшим коллегам и спросить. Все хорошее в этой жизни в основном уже придумано. Как говорили рекламщики с 70-х годов. И, соответственно, с точки зрения Rewarded Video и анбординг, как-то вовлечение игрока в игру, и прогрессы в игре, и возврат игрока в игру, и монетизация, все нормально реализовывается с помощью Rewarded Video. То есть перестаньте рассматривать в этом контексте видеорекламу просто как видеореклама, которая надоела. Многие игроки в адеквате. И если нормально сделать интеграцию, если нормально встроить, если подумать, если поэкспериментировать с разными механиками, наверняка в вашей игре игроки сделают вас счастливыми и постепенно при этом будут приносить все равно деньги. И на этом я только дам ссылку на наш блог, где мы выкладываем всякие интересные кейс-стадии. Действительно годное место – это часть просто юнити-блога, в том числе технического. Это ads-блог. Там мы всякие интересные статьи выкладываем и с российскими, и с зарубежными, с американскими всякими девелоперами о том, кто какие новые практики применяет, чтобы заработать много денег. Я все.